Всем привет, с вами Дима и проект Ferrum.com Пока Samsung строит смартфон вокруг камеры и Emoji LG пытаются второй раз продать людям V30 Nokia, не выпустив ни единой новой модели на 845-м снэпе, смогли хоть как-то, хоть чем-то удивить народ Для начала, продолжая идею воскрешения легенд, людям показали бананофон Как и ранее обновленная 5310, новая 8110 очень сильно отличается от забытой старой исходной модели Будут ее покупать разве что в Индии, и то маловероятно, ведь спрос на ту же новую 5310 невеликий Кроме своей бабушки, я владельцев этого телефона не знаю и в глаза не видел Помимо жизнерадостного желтого трешака, Nokia похвастались обновленной восьмеркой с приставкой Sirocco На том же 835-м снэпдрэгоне, с 6 гигабайтами ОЗУ, но в новом дизайне, со стеклянным задником и беспроводной зарядкой Наконец-то су... Рама корпуса вместо алюминия теперь сделана из нержавейки Аппаратных кнопок на морде нет, их сменили программные А сам корпус защищен по стандарту IP67, тогда как исходная модель имела IP54 Емкость батареи обновления составляет 3260 мАч, вроде как все хорошо Ну, во всяком случае, так кажется на первый взгляд А звездец, как всегда, подкрался незаметно Миниджек, наличие которого так радовало всех в прошлых смартфонах Nokia, в обновленном флагмане отсутствует Сканер отпечатков пальцев переехал назад Дисплей выполнен по технологии P-OLED, скорее всего, производство LG, что малость настораживает Куча проблем с экранами Pixel 2 XL, брак и все в таком духе Хорошо, хоть разрешение оставили большим, а именно QHD Но диагональ тоже выросла, что им хо неприятно Вместо 5,3-дюймовой матрица теперь более типичная, 5,5 дюймов Также миру показали Nokia 7 Plus Аппарат имеет под капотом Snapdragon 660 4 гигабайта ОЗУ, 64 хранилища 6-дюймовый вытянутый IPS-экран разрешением Full HD Plus И банка на 3800 мАч, что круто В смартфоне установлена пара 12-мегапиксельных камер с апертурой оптики F1.75 для основного модуля И F2.6 для дополнительного Кстати, такой же набор модулей нас ждет и в Sirocco Фронталка 5-мегапиксельная светосила F2.0 Угол обзора 84 градуса Шильдочки Carl Zeiss на корпус приклеить не забыли Но маловероятно, что это на что-то повлияет Корпус устройства алюминиевый и вскрыт целыми шести слоями краски Стоило ли этим хвастаться? Думаю, нет Но мне всегда нравилась дотошность финнов в рассказах о процессе изготовления их смартфонов Спасибо, ребята, за постоянство Ну и для самых неприхотливых есть Nokia 1 В ней из интересного нас ждут сменные задники Съемная батарея на 2150 мАч Внезапно IP52 Миниджек и унылое железо Mediatek MT6737M 1 гиг ОЗУ 1 карл 8 гигабайт хранилища и экран родом из прошлого века Диагональю 4,5 дюймов И разрешением 480 на 854 точки Все описанные ранее смартфоны Nokia относятся к программе Android 2 А значит система будет все такой же чистой И обновлять ее будут хорошо Цена на единичку 85 долларов 7 Plus будут продавать за 495 8 Sirocco за 930 Как-то после щедрых цен на простую восьмерку Я ожидал каких-то более приятных цифр А вы? Возвращаясь к Android 1, а точнее Oreo Go Edition Alcatel, а точнее TCL Alcatel в этом году разразились бюджетником по имени 1X 2 к 1 экран диагональю 5,3 дюйма Разрешением 960 на 480 точек MT6739 1 либо 2 гигабайта ОЗУ 13 или 8 мегапиксельная камера И это не старшая и младшая версия И комплектация определяется регионом продажи Классно, правда? Хорошо, хоть хранилище везде будет по 64 гигабайта А батарея имеет емкость 2460 мАч Казалось бы, на фоне Nokia Raz этот смартфон выглядит интереснее Почти по всем параметрам Но не тут-то было У владельцев бренда амбиций явно побольше И за относимную модель они просят 124 доллара А за DualSIM 136 Что более чем в полтора раза дороже почти бесплатного смартфона Nokia Хороших вам продаж, только каких-нибудь других моделей Это, пожалуйста, оставьте себе на память Остальные новинки компании радуют ценами не меньше Например, за 160 зеленых нам предлагают модель под номером 3 Чипсет все тот же 5,5-дюймовый HD плюс экран 7-й Android 2 гигабайта ОЗУ 16 хранилища 13-мегапиксельная основная камера И пятерка фронталка Батарея на 3000 махов За 175 долларов Тупо то же самое под названием 3X С чуть увеличенным до 5,7-дюймовым экраном Удвоенной камерой и большим количеством памяти Не 2,16, а 3,32 Остальные характеристики те же Но из-за без малого 200 баксов народу хотят впарить 3V С чипсетом MT8735A 6-дюймовым Full HD плюс экраном Двойной камерой, опять для галочки Все остальное, как у тройки Модель под номером 5 Это тот же 3X Без двойной камеры Но с Type-C разъемом Быстрой зарядкой И MT6750 Стоить это чудо будет 230 баксов И это не шутка Смартфоны классные Классные пиз... В рамках Android Oreo Go Edition ZTE показали и свою новинку Temp Go В нем нас ждет знакомый 1 гигабайт ОЗУ 8 гигабайт хранилища И 210 дракон Уже хоть что-то новое Также в смартфоне установлена 5-мегапиксельная камера 5-дюймовый экран Разрешением 854 на 480 точек И батарея на 2200 махов Стоить это дело будет 79 долларов Что по сравнению с ценовой политикой TCL выглядит подарком судьбы Помимо бюджетного продукта ZTE показали и смартфоны для более состоятельных людей Blade V9 и его младшего брата Blade V9 Vita Первый смартфон оборудован 5,7-дюймовым экраном Разрешением Full HD+, 450 снэп Есть версии 3.32 и 4.64 Фронталка оснащена 8-мегапиксельным сенсором Основной модуль 16-мегапиксельный В качестве дополнительного установлена 5-мегапиксельная фотопукалка Аккумулятор здесь на 3200 мАч Из коробки смартфон будет поставляться с Oreo Что хорошо Упрощение виды коснулись камеры, чипсета и экрана 13,2 мегапикселя для основного модуля и 5-мегапиксельная фронталка Сердцем здесь выступает 435 дракона Дисплей уменьшился в диагонали до 5,45 дюймов И имеет HD+, разрешение Старший среднячок стоит 330 долларов Младший 220 В целом не сильно-то это и дешево Но зная народную любовь к бренду ZTE В неплохих продажах новинок можно быть уверенным Sony, как бы странно это не звучало Из уст главного Sony боя планеты Пока что показали самые интересные потребительские продукты Мир увидел их новые флагманы Как всегда один для полноразмерных людей по имени XZ2 Compact И простой XZ2 для дяди Степы Оба устройства несут в этот мир 845 Snapdragon 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта хранилища 5-мегапиксельная фронтальная и 19-мегапиксельная основная камеры Последняя умеет писать 4К HDR видео и снимать замедленные ролики в 1080p С частотой кадров 960 fps Это выгодно выделяет компанию на фоне Samsung Которые треть презентации рассказывали про замедленное видео Но постеснялись акцентировать внимание на его разрешении Понятное дело 720p ведь ху**е тут хвастаться Вернемся к Sony Panasonic Разрешение экранов в обоих случаях Full HD+. А шо такое, где 4К или у нас опять будет премиум версия Чтобы лишний раз смартфон показать Диагональ экранов составляет 5,7 дюймов и 5 ровно У какой модели какой из них я думаю сами догадаетесь Корпус компактного аппарата сзади закрыт пластиком И он лишен беспроводной зарядки XZ2 имеет стеклянную попку и под ней чьи конечно же есть А вот чего нет ни в одной версии флагмана Так это мини джек плюс один подражатель со смартфонами без лишних портов Батарея в старшем устройстве будет на 3180 мАч Во младшем на 2870 что меньше но все равно неплохо Как для такого небольшого по нынешним меркам смартфона Оба аппарата обладают стереоспикерами Но крупный парень в придачу к ним имеет усовершенствованный вибромотор Из оперы Taptic Engine который будет усиливать впечатление от спецэффектов в играх и фильмах Я ждал момента когда кто-то до этого додумается Спасибо Sony, спасибо Смартфоны имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 А их цены решили не оглашать Ну и ладно не сильно то и хотелось правда Ну и напоследок смартфон от Vivo который никто не купит Потому что его не будут продавать Концепт Apex оснащен сканером отпечатка пальца по всей нижней грани дисплея В который помимо того встроены датчики освещения и приближения А также разговорный и мультимедийный динамик Короче говоря в экран установили половину смартфона Из интересных особенностей также на ум приходит фронталка Которую некуда было воткнуть в безрамочники Поэтому она установлена в специальной выдвижной полочке Вряд ли это будет удобно но зато выглядит интересно Ждем приблизительно то же самое но уже в коммерческих образцах Как только новинки начнут поступать в продажу Мы постараемся добавить их на сайт pickblade.com Где вы сможете и цены на эти модели отследить И дополнительную информацию по ним почерпнуть Ссылка есть в описании Добавляйте в закладки чтобы ничего не пропустить И там же есть линки на кэшбэк Который будет помогать вам экономить деньги на покупках в интернете С вами был Дима Ferrum.com Ставим лайк и подписываемся на канал И обязательно делимся этим видео с друзьями Если оно конечно же вам понравилось Спасибо всем огромное за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok